В районной администрации прошло общее собрание Совета молодых депутатов при Совете муниципального образования Славянский район. В заседании принял участие депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский. Началось оно с посещения объектов, которые строятся и реконструируются благодаря участию Славянского района в национальных проектах, федеральных и краевых программах. Молодые депутаты побывали в новой школе номер 12, которая построена по современному проекту и оснащена всем необходимым оборудованием. Посмотрели, как идет благоустройство Северного парка по проекту создания комфортной городской среды. Оценили благоустройство территории, прилегающей к городскому озеру. Убедились, что национальные проекты – это то, что нужно людям. В актовом зале районной администрации состоялся серьезный разговор о задачах и деятельности народных избранников. В связи с выборами в органы местного самоуправления, прошедшими 8 сентября 2019 года, значительно обновился состав Совета молодых депутатов. В него вошли 53 человека. Два депутата остались с прошлого созыва. На собрании были подведены итоги работы Совета молодых депутатов за прошедшие пять лет. На протяжении пятилетней деятельности, приоритетные направления в работе для нас оставались развитие местного самоуправления, создание комфортных социальных условий в сельских поселениях, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. В течение отчетного периода депутаты Совета принимали участие в работе комитетов Совета молодых депутатов Краснодарского края, обсуждали формирование котельных планов социально-экономического развития поселений, доходные и расходные части местных бюджетов, организации имущественных и земельных отношений, используя приоритетных ресурсов и экологической безопасности. Депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский рассказал коллегам об истории становления Совета молодых депутатов Краснодарского края, который он возглавлял в течение четырех лет, поделился опытом работы, дал наставления молодым законотворцам. Если вы взялись за это дело, то лицетворяйте власть, слушайте людей, не бойтесь вопросов. Кто-то поопытнее, мы в том числе будем помогать. Вы должны объединять людей, вы должны их слышать. Вот эти коридоры, это ваши родные коридоры. Не бойтесь задавать вопросы, не стесняйтесь получать ответы. Не пасуйте, когда не получается. Но от вас зависит то, как будет жить город Галилу. Вы каждый от 80-ти кто-то человек, тот от 5 тысяч, от 3 тысяч. Представляете интересы всего населения. То ли в городе власти поселения, то ли в городе самоуправления родителей. Разговор о деятельности Совета молодых депутатов проходил в форме открытого диалога. Более опытные народные избранники, кто уже не первый год избирается, делились своим опытом. Рассказывали о целях и задачах работы депутатов. Когда вы, благодаря вашей инициативе, конечно, при помощи главы, других руководителей различных ведомств и служб, у какой-то бабушки появится новый светильник на улице, где-то прогрессирует. Вы там соберете какую-то, организуете акцию в помощь молодым семьям или многодетным, игрушки соберете. Сходите в стардон, например, или в больницу проведаете с какими-то поздравлениями. Вместе с Советом молодежи у каждого в поселении он существует. И когда вам впервые скажут за это спасибо, вы тогда поймете, зачем вы вообще здесь находитесь и в чем смысл вообще всего происходящего. Поэтому я хочу поблагодарить наш актив за то, что мы работали хорошо. Но на самом деле, Виктор Васильевич, вы правы, мы можем лучше. И мы будем это делать, будем стараться. И вам пожелать удачи. Ну и, конечно, работать, трудиться на благо наших земляков, потому что мы с вами строим свою жизнь, будущее свое и наших детей. В процессе общения появилось несколько предложений, которые решено включить в план работы. Среди них изучение проблем жизнеустройства молодежи, законодательной базы, опыта работы старших коллег по проведению приемов граждан и другое. В ходе заседания была определена структура Совета молодых депутатов, его руководящие органы. Председателем Совета избрана Анастасия Веселкова, заместителями – Никифор Волков и Алексей Литвиненко, наставником – Ольга Фоменко. Также участники собрания обсудили план работы Совета на 4 квартал 2019 года. Информацию об организации работы и участии в краевом конкурсе название «Лучший совет молодых депутатов». Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».